Как можно потратить деньги сейчас, чтобы сэкономить в будущем? Ремонт дома. Не хотите сейчас решать проблему за тысячу долларов? Подождите несколько лет, и она может превратиться в проблему на 10 тысяч. Да, у нас была проблема с вентиляцией на чердаке, когда мы переехали 4 года назад. В общих чертах мы о ней знали, но долго ничего не делали. Плохая вентиляция способствовала появлению плесени. Теперь нам приходится тратить 30 тысяч долларов на замену крыши, которая спокойно могла бы прослужить еще лет 5-10. Проведение плановых замен масла и другого необходимого обслуживания автомобиля. У меня есть Toyota, которой уже 14 лет, и я тщательно ухаживаю за ней с момента покупки. Каждый потраченный на профилактику цент более чем оправдался. Кредит по моей машине уже давно выплачен. Она надежная, выглядит чисто и неброско. С такой не стыдно подъехать к любому месту с парковщиком. Плюс я еще и экономлю на страховке, так как уверен в ней и люблю свою машину. Скажите это моему родственнику. Он за 9 лет буквально уничтожил свою новую машину, решив, что у него нет денег на замену масла. Хотя он вполне мог бы сделать это сам или попросить помощи у меня или моего брата. Он почти целый год просто доливал масло по мере его расхода, накручивая безумные километражи, чтобы сэкономить деньги, пока в конце концов двигатель не заклинило, а его трансмиссия не превратилась в пыль. Теперь у него новая машина и кредит с 25% ставкой. С этой тачкой он делает то же самое. Через 6 месяцев моему брату и мне пришлось подарить ему сертификат на замену масла и ругать его в течение двух недель, пока он наконец не пошел и не сделал это. Кто же этот капризный ребенок, спросите вы? Мой отец. Заваривание собственного кофе вместо покупки по дороге на работу. Я могу растянуть небольшую упаковку кофе за 5 долларов на целую неделю. В то время как раньше я тратил 4 доллара в день на кофе по пути на работу и обратно. Пробуйте разные сорта кофе каждую неделю и записывайте, какие вам понравились. Везите дневник кофе и купите хороший термос за меньшую сумму, чем вы потратили бы за 2 недели на кофе вне дома. Хороший домашний кофе и отличный термос дадут значительную экономию. Я потратил 50 долларов на термос и думаю, он сэкономил мне триллион долларов на старбакс. И качество отлично. Мой кофе остается слишком горячим, чтобы пить его даже в полдень через 6 часов. Бонусом идут снежные дни, когда я пью горячий суп на вершине горы или в лесу. Покупка детектора угарного газа для дома, чтобы избежать затрат на смерть. Освойте базовые кулинарные навыки и приобретите хорошее оборудование. Я уже давно не плачу за стейк, потому что мне нравится, как он получается у меня дома. То же самое с пиццей. Научитесь делать тесто с начинкой и пицца обойдется вам всего в 2 доллара. Когда я научился готовить пиццу, то стал есть ее минимум раз в неделю. Для меня вдруг стало очевидно, почему существует столько пиццерий. Она невероятно вкусная, невероятно дешевая и невероятно проста в приготовлении. Покупка оптом. Да, покупка из 6 коробок макарон с сыром в сумме стоит дороже, но в пересчете за одну коробку выходит дешевле. И если вы говорите, что не съедите 6 коробок макарон с сыром, вы лукавите. Более важным, чем просто покупка оптом, является выбор размера товара в расчете на объем. Обычно это означает, что большая упаковка дешевле за единицу, но не всегда. К счастью, там, где я живу, в продуктовых магазинах на каждой этикетке указывают цену за единицу мелким шрифтом внизу. Просто покупайте столько, сколько вы можете разумно использовать, не меняя при этом радикально свои привычки и не допуская, чтобы продукт испортился. Регулярные визиты к стоматологу и здоровое питание. Когда у меня была сильная депрессия, я редко чистил зубы и не ходил к стоматологу. У меня появилось много кариеса, один зуб сломался, а все остальные стали ужасно желтыми. Я даже не мог улыбаться людям. Когда я взял себя в руки, пришлось потратить огромную сумму денег, чтобы привести зубы в порядок, но все это можно было бы предотвратить, если бы я просто чистил зубы два раза в неделю и посещал стоматолога один-два раза в год. Хорошая пара обуви прослужит годы при минимальном уходе. Пара обуви из дешманского гипера в Walmart продержится 6-12 месяцев, прежде чем в подошвах начнут появляться дырки. Раскошельтесь на качественную обувь и в долгосрочной перспективе вы сэкономите. Покупка качественного пылесоса. Раньше я думал, что все пылесосы примерно одинаковы, но мне приходилось заменять их каждые пару лет. Я наконец решился и купил качественный пылесос 5 лет назад, и он до сих пор работает так же хорошо, как в день покупки. Я считаю, что уже вышел в ноль, не заменив 2-3 пылесоса, а если он прослужит еще лет 5, я сэкономлю значительную сумму денег. Когда я покупал дом, я специально искал коробку из цельных бетонных блоков. Бетонные блоки остаются прохладными даже в жаркое лето. Конечно, это не холод, как в холодильнике, но в сравнении с другими материалами они заметно лучше справляются с жарой. Это позволяет экономить на счетах за электричество. По мере того, как лампы перегорают или мы заменяем светильники, я перехожу на светодиоды. Следующим шагом будет замена всех старых окон на более энергоэффективные. Кроме того, покупка собственного дома уже экономит мне кучу денег в сравнении с арендой. При сборке компьютера никогда не экономьте на блоке питания. Конечно, можно сэкономить, воткнув но-нейм блок или использовать старый блок, который вы достанете из какой-то готовой дешевой сборки. Но если такой блок взорвется и унесет с собой всю вашу систему, не говорите, что вас не предупреждали. Я купил дешевую рисоварку в комиссионном магазине и теперь мы можем просто засыпать пару чашек риса, запустив ее и совершенно забыть о готовке, получив по итогу отличный рис. Это помогает экономить, так как можно купить большой мешок риса оптом, я нашел 9 килограмм за 8 долларов и быстро приготовить простые блюда. Экономим на походах в кафе и больше никакого случайного подгорания липкого риса на плите. Видеорегистратор. Вы можете купить базовую модель всего за 15 долларов на Амазон и сэкономить тысячи, доказав, что авария произошла не по вашей вине. Это того стоит. Оплата труда качественных разработчиков для создания корректно работающего программного обеспечения с самого начала проекта вместо найма дешевых фрилансеров. На моей работе у нас есть долгосрочные проекты, которые теперь стоят в 10 раз больше первоначальной стоимости из-за затрат на поддержку ужасных программ и заказчик недоволен. Мы могли бы сделать все правильно со старта и клиент бы был счастлив. Ну а нет, набрали самых дешевых ребят на аутсорсе. У меня и моих друзей есть общий склад инструментов. Есть инструменты, которые нужны только раз в год или даже реже. Аренда таких инструментов почти равна их стоимости. У меня есть около 10 друзей и мы все делимся этими инструментами друг с другом. У нас есть культиватор, воздушный компрессор, мойка высокого давления, все виды пил, бур для столбов, специфические гаечные ключи для ремонта различных бытовых приборов и многое другое. Все это хранится в сарае на участке одного из моих друзей. Мы по очереди покупаем оборудование, но все можем им пользоваться. Это экономит нам деньги и место, так как нам не нужно арендовать все эти инструменты и большинству из нас не нужно их хранить. Кроме того, наличие инструментов увеличивает вероятность того, что вы попытаетесь выполнить работу самостоятельно, что тоже экономит деньги. Мы называем это мужской ремонтный клуб. Офисное кресло высокого класса и курсы йоги лучше, чем боль, постоянные проблемы со здоровьем и бесконечные сеансы у физиотерапевта или остеопата. Если вам нравится газированная вода, то приобретите сода стрим или другое подобное устройство для карбонации. Я перешел с покупки газированной воды в магазинах на использование сода стрим и трачу примерно треть от прежней суммы в месяц. Баллона СО2 мне хватает на месяца три, при этом выкидываю намного меньше пластика. Там, кстати, еще и сиропы разные добавляются, можно сделать, к примеру, колу. Глубокая морозильная камера. Отличное решение, если у вас большая семья и вы можете покупать продукты оптом, планировать, маркировать и регулярно обновлять запасы. В противном случае замороженные продукты теряют влагу, приобретают странный вкус и в целом становятся менее аппетитными через месяца три. Можно использовать систему вакуумного запаивания продуктов, но замена упаковки также требует затрат. Не забудьте узнать, сколько стоит эксплуатация морозилки в год. И также учтите, что продукты могут полностью испортиться, если вам надолго вырубят электричество. Я подписался на доставку боксов с готовым питанием, потому что знаю, что когда я голоден, у меня нет мотивации планировать здоровое питание. Поэтому, хоть такие наборы, вероятно, немного дороже, чем покупка продуктов в магазине, я экономлю на заказе еды в ресторанах, поддерживаю свое здоровье и снижаю количество пищевых отходов, что сложно контролировать, если живешь один. Я техник. Если вам нужно купить новое устройство, выбирайте что-то за тысячу долларов или больше, но не Apple, чтобы не пришлось заменять его через год. Если тысяча долларов вам не по карману, рекомендую рассмотреть системы, которые на несколько лет старше, например, топовые бы у ноутбуки. При регулярном техническом обслуживании термопаста, например, стоит всего около пяти или десяти долларов, а сжатый воздух – два доллара в магазине фиксированных цен. Такой компьютер прослужит вам очень долго. К примеру, у моей мамы есть топовый ноутбук, которому уже несколько лет, и благодаря регулярному обслуживанию, апгрейду до SSD и увеличению оперативной памяти до сих пор работает отлично, хоть и немного медленнее. Найм адвоката, чтобы выйти из брака, который истощал меня финансово и приносил кучу других проблем. Развод занял четыре года, и даже сегодня есть много сложностей, которые нужно разруливать, но по крайней мере теперь я с человеком, который разумно распоряжается нашими деньгами, и мы можем комфортно выйти на пенсию. Это были лучшие 25 тысяч долларов, которые я когда-либо потратил. В Канаде семейное право – это шутка, которая длится намного дольше, чем первое апреля. Выигрывают от таких судебных процессов только адвокаты, но оно все равно того стоило. Распродажа в Steam. Покупаете видеоигры, играете и больше никуда не ходите, чтобы максимально использовать все доступное время. Конечно, таким образом вы можете за раз слить сотню баксов и больше на игры, но зато следующие две недели вы отмените все свои дела и не будете тратить деньги на бензин, ведь выходить из дома в ближайшее время не захотите. Список выгод бесконечен. Машинка для стрижки волос. Когда я был в колледже, меня сильно раздражали мои длинные лохматые волосы, особенно когда приходилось бегать между занятиями. В конце концов, я решил, что с меня хватит, зашел в магазин для парикмахеров и спросил, что покупают все парикмахеры. Мне посоветовали набор, включавший машинку для стрижки волос и триммер за 35 долларов. Использую его для стрижки каждый месяц уже последние 9 лет, практически без обслуживания и с минимальной чисткой. Покупка хорошего, безопасного бритвенного станка со стандартным лезвием вместо использования современных, широко рекламируемых, таких как джилет. Лезвия для таких бритв очень дорогие. А вот лезвия для безопасных бритв стоят очень дешево – около 2 долларов за упаковку из 10 штук, и каждое лезвие можно использовать по 5-6 раз. Первоначальная покупка безопасного бритвенного станка может быть немного дорогой, но в долгосрочной перспективе это того стоит. Возможно, вам потребуется немного времени, чтобы привыкнуть, но вы быстро научитесь. Покупка и ношение двух разных пар обуви вместо одной пары каждый день. Они прослужат гораздо дольше, чем одна пара, если вы будете чередовать их, поскольку обуви будет возможность просохнуть в те дни, когда вы ее не носите. Потратить больше на покупку качественной пожизненной черепицы при замене крыши дома. Многие люди выбирают черепицу, но более низкого качества, которая со временем не выдерживает нагрузок. Вы сэкономите на повторном ремонте крыши в будущем и повысите стоимость дома или как минимум продадите его быстрее. Если у вас есть бизнес, диджитал маркетинг действительно приносит огромную пользу. Если у вас нет маркетингового плана, вы теряете огромное количество клиентов. Вы занимаетесь бизнесом, значит вам нравится зарабатывать деньги. Хотите зарабатывать больше? Маркетинг! Вложите немного денег, чтобы заработать намного больше. Мы заменили абсолютно все лампочки в нашем доме на светодиодные. Они не только ярче, но и потребляют меньше энергии, и их не нужно будет менять 10-15 лет. Да, мы также сохранили все старые дешевые лампочки, которые заменили, чтобы вернуть их на место, когда будем переезжать. Покупка кофемашины, которая не требует использования капсул. Приобретение адаптера для содострим, чтобы можно было использовать любые нефирменные газовые баллоны. Установка системы фильтрации воды. Просто покупайте нужные вещи, когда на них есть скидки. Конечно, вам сейчас не нужны 10 зубных щеток, 4 бутылки шампуня, упаковка из 5 антиперспирантов, 8 бутылок газировки или 10 бутылок водки. Но если оплатить это все сразу, это будет дешевле за счет скидок. Люди советуют покупать подержанную машину, что на мой взгляд в чем-то разумно. Да, она явно дешевле, но если вы не разбираетесь в тачках, вы можете в итоге купить дерьмовую машину, которую придется постоянно чинить. Мои друзья хвастаются, что они якобы сэкономили на новой машине, но они постоянно таскают ее в сервис, чтобы что-то починить. Выбирайте качественные вещи, а не дешевые. Конечно, это сложно сделать, если у вас мало денег. Но покупка пары ботинок за 250 долларов, которая прослужит всю жизнь, лучше, чем покупка пары за 50, которая продержится один сезон. Берегите свои вещи. Если что-то течет в вашем доме, почините. Да, это стоит денег, но лучше потратить 100 долларов сейчас, чтобы это исправить, чем полторы тысячи через год, когда это потребуется заменить. Покупка новой Тойота вместо поддержанного Мерседес. Покупайте поддержанный Мерседес только в том случае, если можете позволить себе новый. Быстрая выплата кредитов, чтобы избежать дополнительных процентов. Купите биде. Это сэкономит вам много денег на туалетной бумаге, и вы будете чувствовать себя гораздо чище. Быть достаточно богатым, чтобы позволить себе все, что упоминалось в этой теме. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. А какие примеры эффективных трат денег, чтобы в итоге сэкономить, можете привести вы? Обязательно пишите об этом в комментариях. Также подписывайтесь на наш канал и смотрите наше предыдущее видео, которое вы увидите вот здесь. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!